Музыка Привет, жители убежища! Добро пожаловать в очередной застольный обзор! Сегодня я вам принёс немного индивидуальной защиты. Поехали! Бронезащиту я, конечно, громко сказал. Это, скорее, модульная облегчённая моли-разгрузочная система с функцией использования бронеплит. Мемос Tactical Torax. Начну я с главного. Что сюда подходит? Запихать вы можете бронепластины в САПИ, ЕСАПИ Медиум, а также от 6B43-45-46 и ещё кое-что. Общая конструкция, грубо говоря, это две платформы, связанные между собой стропами и фастексами. Обе платформы имеют систему крепления подсумков, совместимые с моли. Передняя платформа имеет пять продольных строп для крепления подсумков основного назначения. Четыре плотно посаженные стропы, обшитые велкро для закрепления знаков отличия или иного обвеса. Моли прошита довольно скромно. Как мне показалось, недостаточно толстый шов, чтобы выдержать суровые нагрузки. Но сама стропа выглядит довольно качественно. Я бы сказал, на троечку. Возле ключи имеются стропы для закрепления дополнительного оборудования, к примеру, наплечной защиты. Материалы, из которого выполнен данный образец снаряжения, могут вызывать некоторые вопросы. Нейлон. Вроде как с претензией на стиль а-ля Кордура. Но что-то не дотягивает. Что-то в ней вызывает сомнения. Плотность около 700-800 денков. Более подробной информации я, к сожалению, не обнаружил. Ткань какая-то странно похрустывающая. Напоминает хорошую китайскую сумку для похода на работу. Обе части бронежилета крепятся друг к другу плечевыми лямками внахлёст с велкро с одной стороны и фастексом с другой. Фастекс, пускай и не из куска говна слеплен, но дрожит и стучит, как первоклассник любимчику Чилкин. Надо также отметить, что использована велкро довольно неплохого качества. Думаю, отслужит достаточно долго, чтобы вам надоесть. Перебираемся к спинной части. Она также оборудована системой крепления моли. Сюда вы спокойно можете прикрепить подсумок под гидратор или дополнительную сухарку. Да, даже котёнка, если снабдите его моли-стропами. Примечательно, что боковых моли-строп нету. Я, конечно, немного в снаряде понимаю, но мне показалось, их тут не хватает. Ну, они же спереди-то есть, а почему бы их не сделать сзади? Может, конечно, я и не прав. Так же уже стандартно, сзади имеется ручка эвакуации с велкро панелью. Я бы не стал за неё особо дёргать. Но не то, что я ей самой не доверяю, сколько не доверяю качеству ткани, из которой сделан бронежилет. Вообще, мне кажется, я слишком зажрался и критично отношусь к снаряжению. Я всё время забываю, что обозреваю снарягу всё-таки для игры в страйкбол. Окей, отвлеклись. Поясная часть. Тут также всё печально. Хрен с ним, что нет боковой защиты. Это опустим. Тут нет даже возможности её, собственно, и добавить. Ну, окей, и это мелочи. А вот крупная. Пояс крепится на все те же дребезжащие фастексы, и поясная часть не снабжена стретч-стропой. Получается, что бронежилет довольно жёстко цепляется к организму и мешает ему деформироваться. Например, оттягиваться при приседании или если вы плотно похавали в мертвяки. Та-дам! Переходим на внутреннюю часть. Тут просто ткань рип-стоп. Иииии, ни тебе систем вентиляции, амортизации, климаконтроля, нихрена. Следовательно, будете потеть в своё удовольствие. Что внутри? А там всё хорошо. Быстрый клапан доступа для смены бронеплит. При этом есть промежуточная переборка для их закрепления в нужном положении. Бронеплита останется на месте и не съедет. Также штатно имеется пенка, которая предназначена уменьшить контузационную травму при попадании в панель. Что? Тот, кто это написал в инструкции, явно не дружил с головой. Я думаю, что чудо-пенка тут только для формы. Может быть, чуть-чуть для уютного тепла. И это практически всё. Сидит на теле, но не скажу, что плохо. Чудка задирается. Один, но большой, как мне показался, недостаток – это лямка без фастекса. Она имеет тенденцию задираться под плечо и больно упираться в него. Эту хрень надо как-то зафиксировать или пришить. Иначе она вас просто вывесит. Благодаря креплению на фастексы, бронежит можно легко и быстро сбросить. Ежели у вас нет бронеплит, вы спокойной душой можете использовать этот разгруз для переноски чего-либо полезного. В иные, более холодные дни чего-нибудь вкусненького. Ну а на этом у меня всё или почти всё. Спасибо за то, что посмотрели этот выпуск до самого конца. Жду от вас большие пальцы вверх. Если вы считаете, что я в чём-то не прав – жду в комментариях. Всё. Всем увидимся. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова